День российского флага Как его праздновать и что означает странное слово триколор в нашем сюжете Флаг один из главных символов нашей страны А трехцветный стяг неразрывно связан с историей российского государства Он стал символом военных побед и достижений Он вызывает гордость и чувство защищенности Трепет в душе каждого россиянина Ну и конечно его поднимают во время торжественных мероприятий и праздников Первый трехцветный флаг в России был поднят на корабле «Орел» Однако это судно вместе с флагом было сражено бунтовщиками Российский флаг несколько раз менялся Но позже все равно приобрел привычную всем нам бело-сине-красную окраску А праздник День государственного флага России был утвержден в 1994 году С этого года он празднуется ежегодно, 22 августа Осквернение государственного флага Российской Федерации считается преступлением Осквернение – это прилюдное уничтожение, повреждение, нанесение оскорбительных рисунков или надписей Наказание за надругательство над российским флагом очень серьезное Можно даже лишиться свободы Был случай, когда на одном из концертов популярной американской рок-группы Солист чересчур вольно обошелся с российским флагом прямо на сцене За это он был лишен права въезда в Россию на целых пять лет Российский флаг называют триколором, от английского color, что обозначает цвет Между прочим, не каждый белый, синий или красный подходит для флага Подробнее об этом описано в ГОСТе ГОСТ – это специальное правило о том, каким должен и может быть российский флаг Между прочим, тут целых восемь страниц В ГОСТе все расписано подробно Каким должно быть соотношение сторон флага, из какого материала его можно шить Как правильно красить полотнище и даже какой швейной строчкой его прошивать Указан и четкий порядок разноцветных полос Изменять их порядок нельзя В каком порядке расположены цвета на российском флаге? Это очень интересный вопрос Ну сейчас начнешь вспоминать и точно не скажешь Белый, синий, красный Для каждого россиянина государственный флаг – это символ независимости и защиты И неспростая его цвета означает все самое важное для россиян Белый цвет символизирует благородство и откровенность Синий цвет – это верность и честность Красный цвет обозначает мужество, великодушие и любовь Согласно одной байте, раньше матросов, которые не могли запомнить порядок цветов на знамени Подвергали телесному наказанию Поэтому они придумали для себя слово бесик Белый, синий, красный Как подсказку, благодаря которой запоминать порядок цветов стало очень легко Обычно на празднике в честь Дня флага проводятся концерты, конкурсы, выставки, флешмобы, авиапарады и мотопробеги В этом году масштабного празднования не будет, но традиционное честование российского флага обязательно пройдет во всех городах нашей страны Уже через две недели откроет новый сезон Ульяновский театр кукол Актеры приготовили спектакли не только для малышей, но и для детей постарше и даже для взрослых Билеты лучше покупать заранее, потому что из-за карантина их меньше, чем обычно Ну а тот, кто больше любит кино, кино Афиша от Риты Мироновой в нашем сюжете Представляете, сколько интересного мы пропустили из-за коронавируса Самое время исправить ситуацию и пойти в кино Если мы отправим сюда прямо сейчас, то узнаем, к чему приводят безобидные детские эксперименты Вот, например, эксперимент юного мальчика Ольвера по чтению мозговых волн Соединяю тебя к Индию 6 Оливер? Оливер! Как обычный пес поможет мальчишке разобраться с кучей проблем? В чем секрет настоящего счастья? Смотрите фильмы «Думай, как собака» История, которую, возможно, видят в мультфильме, снова выйдет на большой экран, только уже в виде фильма Что нужно, чтобы прославиться как храбрый воин и спасти свой народ? Конечно же, смелость, удача и стремление к победе Если все это у тебя уже есть, то неважно, кто ты, у тебя все получится Нашим планам угрожает девчонка Она вольит Нет! Как храбрая девушка сумела охитрить сразу два войска игуннов и их всесильную волшебницу Смотрите фильмы «Муланс» 4 сентября Этот фильм уже про Москву, только про Москву из будущего Над землей нет луны, зато есть огромный космический корабль, на котором проходят состязания по Ксноболу В этих состязаниях примет участие и главный герой Заодно он захочет спасти Землю Получится это у него или нет, смотрите фильмы «Галактический вратарь» 27 августа Не даем вам опускаться на город, под нами Москва Не улетай, пока не поешь Ну как? Подобрали что-то для себя? Тогда быстрее за билетами Помните, их количество ограничено из-за коронавируса Не упустите! Приятного вам просмотра! Что у вас сегодня на завтрак? Как это мама еще спит? Нет-нет, не надо ее будить Вы легко приготовите это сами А поможет вам в этом наша новая программа «200 завтраков для мамы» Которая начнет выходить уже в сентябре Ну а пока ее ведущий Ваня Тимофеев Решил провести собственное расследование И узнать, что предпочитают есть на завтрак дети разных стран Смотрим! Вслед детей в России можно условно разделить на два лагеря Тех, кто любит манную кашу на завтрак И тех, кто и терпеть не может Но от традиций никуда не денешься Но что едет на завтрак за границей Мы узнаем от наших коллег На завтрак мы обычно едим кашу и хлопья Но мое самое любимое блюдо – это кинбак Это рис и рог с начинкой Я люблю на завтрак овокадо и красной рыбой А я люблю вахли с омлетом Я на завтрак люблю делать себе тост Омлет с авокадо и красной рыбой На завтрак я больше всего люблю мою еду Которую я могу приготовить Например, блинчики Или сосиски пожарить Я могу даже салат сделать О, и печеньки Они должны быть вкусными и полезными На завтрак мне очень нравится Кушать овсянку Вот как ее делаю я Берем две ложки хлопья Одну ложку сахара И заливаем молоком Вот разжигает блюдо Что делать с завтраком? Вот теперь знаете Но если у вас остались вопросы без ответов Добро пожаловать в нашу любимую рубрику 200 вопросов Всем привет! Меня зовут Лиза Мне очень хочется узнать Сколько нужно времени Чтобы объехать весь мир на велосипеде? Сколько? Объехать на велосипеде весь мир На это может потребоваться иногда несколько лет Зависит это от того Как человек подготовлен И подготовлен ли вообще Вот Человек вообще существо слабое На самом деле А земля наша Она в общем-то пока еще очень сильная Человеку придется бороться И с расстояниями И с ветрами И с горами Для того, чтобы пройти вокруг света Вот одномоментно Вот выйти из дома И Значит пройти на велосипеде вокруг света Потребуется минимум три года Наш выпуск подошел к концу Осталось только рассказать вам про погоду И можно бежать снимать следующий выпуск Спасибо, что провели это утро вместе с нами С вами была Валерия Пронина И команда 200 Всем хороших выходных Пока-пока У меня есть хорошие новости С сегодняшнего дня Погода обещала нас порадовать И подарить еще немного теплых денечков Но расслабляться не стоит Воздух уже холодный Так что не забудьте с собой взять кофту Или еще что-нибудь потеплее С вами был Данила Шугунов Программа Детские Вести Субтитры создавал DimaTorzok